Дорогие друзья, приветствую! Сегодня мы с вами наконец-то будем подводить итоги аскезы солнцу. Это была одна из самых длинных аскез, и мы реально очень хорошо постарались. Это было у нас на протяжении 10 воскресений, начали мы эту аскезу еще осенью, закончили уже в середине зимы. Вот, и аскеза удивительная, очень интересная, результаты, конечно, тоже очень интересные и необычные, поэтому давайте с вами подводить итоги. И я, конечно же, раньше в других аскезах не вела дневник результатов, как начала вести дневник результатов в этой аскезе. Я все записала, у меня все прям по порядочку, и что, во-первых, я хочу сказать, общее вообще впечатление от аскеза солнцу. Так как у нас до этого была аскеза в Венере, и там были результаты просто налицо, там были результаты просто реально такие максимальные материальные, которые мы могли видеть, да, то есть материальные. Я сразу могла видеть изменения в своей жизни, путешествия, подарки, какое-то повышение комфорта, повышение финансов. Все это было видно. Солнце про духовность, солнце про духовный рост. Вот результатов наглядных ни хрена не видно, и они есть, безусловно, тоже, я о них сейчас скажу, есть настоящие чудеса, которыми я прям поделюсь с вами, да, которые случались. Но, тем не менее, таких вот явных результатов, такие, которые давала Венера, материальные результаты, да, которые мы видели, на аскезе солнца здесь больше идет о духовности. Мне было легко держать аскезу, там, где-то я какие-то дни проводила на фруктах, какие-то дни я проводила на голоде, какие-то дни я такая думаю, блин, а что, на соках проводила дни, да. То есть, если вы берете аскезу на фруктах, то вам можно скинуть рост, как бы, да, можно там на соках, на фруктах, на соках, на голоде. То есть, в рост вы можете идти. В любом случае, если вы взяли аскезу на фруктах, снижать ее потом на веганство, вегетарианство нельзя, на что вы, как сказать, решились, то и нужно соблюдать, да. Исключения, конечно, бывают по здоровью, если вам реально тяжело, да, то исключение, конечно, может быть. Аскеза была именно в плане прохождения уроков и сложностей, потому что это именно про духовный рост, и духовный рост случился. У меня там начала прорабатывать состояние жертвы, у меня случилось эмоциональное выгорание из-за того, что я нерегулярно делаю практики. То есть, ну, об этом я вообще в отдельном видео про эмоциональное выгорание расскажу, да, но это тоже случилось на эскезе Солнцу. Давайте, короче, пойдем сразу по порядку, по моему списку. Охрененное прямо изменение, которым я просто нереально рада, потому что Солнце — это также и духовный учитель, да. Юпитер — это тоже духовный учитель, Солнце — это тоже, это как и проводник Бога, тоже как духовный учитель. И у меня случилось именно на эскезе Солнцу следующая ситуация, что Лена и Бог дали первого такого ученика, которого я веду, с которым я делюсь опытом, который прям применяет знания и так далее. И это безумно приятно, потому что я вам тоже там на Ютубе что-то рассказываю, там, да, где-то я тоже учитель. Но здесь именно мне дали такого первого ученика, с которым я реально вижу, что я могу ему помочь, что у меня есть тоже опыт, который он может применить. И это просто нереально круто, я поняла, как работает вообще учитель, потому что ты человеку что-то даешь, ты его ведешь, да, у тебя энергия на это расходуется, не твоя. Я впервые это почувствовала, что мне прям как будто откуда-то свыше дается энергия, чтобы я провела ее дальше, чтобы я провела эту энергию, отдала ее человеку. Для меня это очень ценно, когда ты можешь свои знания кому-то, короче, передать, и они работают, они применяемы, и это прям прекрасно. Соответственно, это про рост в соцсетях, да, я тоже здесь имею какие-то свои такие цели, да, что мне хочется как-то раскрутить каналы и так далее. И у меня произошло следующее изменение, которое вот ничего, кроме как результата скезы какое-то такое, можно сказать, чудо, не могу сказать. У меня очень долгое время TikTok был просто мертв, потому что я его закрыла, потому что мои видео начали показываться там чуть ли не моих, ну, людям, там, я тогда снимала там квартиру у кого-то, моим каким-то арендодателям прежним, моим каким-то родственникам, и меня, короче, это все начало напрягать. Я закрыла TikTok, у меня на момент закрытия было где-то 25 тысяч подписчиков, я закрыла TikTok, потом TikTok у нас сейчас вообще заблокирован в России, и где-то, наверное, в сентябре я открыла страницу, потому что начала заново там, да, раскручивать соцсети, как-то выкладывать видео более активно. И в сентябрь, октябрь, ноябрь у меня там было по три лайка, да, там, может быть, еще и конец августа тоже, там три лайка, просмотров нет, я в TikTok даже не заходила, и именно на Аскезе Солнцу я начала смотреть, блин, у меня что-то в YouTube, откуда-то люди начали идти слева, начали как-то продажи подниматься, потому что у меня там пошли продажи на ведьмины ванны, почему-то, хотя я их не рекламирую, я сейчас веду Аскезы, а у меня именно начали покупать ведьмины ванны. Потом захожу в TikTok, у меня там 10 тысяч подписчиков плюсом, при том, что у меня было 25 подписчиков, сейчас у меня там, по-моему, 39 тысяч подписчиков. То есть за Аскезу Солнцу у меня выстрелил TikTok, и оттуда начали подписчики немножко идти в YouTube, немножко идти в Instagram, и поднялись в продажи на ведьмины ванны. Потом у меня как раз исполнилось намерение, которое я задавала зимой прошлого года, чтобы у меня мое видео собрало 1 миллион просмотров. У меня видео собрало 1 миллион просмотров, это уже не по Аскезе Солнцу, это уже было просто в начале прошлого года в технике самопрограммирования. И у меня видео собрало 1,2 миллиона просмотров, это видео как раз-таки по ведьминам ваннам, это мое самое популярное видео в TikTok. И, соответственно, с него люди пошли ведьминам ванну покупать. И вот у меня такой пазл сложился, да, то есть Аскеза Солнцу, она реально привлекла людей, привлекла подписчиков, и у меня видео залетело на 1 миллион просмотров, что очень-очень круто. Очень интересное наблюдение, потому что именно в начале Аскезы Солнцу я внезапно очутилась в месте самого главного преступления против Солнца. Я вам рассказывала, да, что Солнце это проявление управителя страны, да, Солнце это наше начальство, да, Солнце, да, за ним двигаются все планеты, мы вокруг Солнца двигаемся, Солнце у нас управитель. Олицетворение царей, президентов, олицетворение начальников, да, которые такие хорошие начальники, да, которые именно как Солнце светят и вдохновляют. Неожиданно, вообще без задней мысли, на 2 или на 3 Аскезе Солнцу я оказываюсь в Екатеринбурге именно в воскресенье в месте главного преступления против Солнца, убийства царской семьи в этом месте, в церкви, да, храм на крови, по-моему, называется. И я была просто в шоке, потому что я проводила Аскезу, потом в воскресенье нахожусь в храме на крови и понимаю, что вот это, блин, совпадение именно воскресенье, именно главное преступление против Солнца, и у меня такая поездка именно в Екатеринбург не спланированная, да, и я нахожусь прям вот как раз в этом месте. И прям такое очень интересное совпадение, главное преступление против Солнца, да, убийство царской семьи, это одно из таких преступлений, за которые мы расплачиваемся, в принципе, сейчас с вами преступление такое было, да, в стране мы эту карму несем, и поэтому у нас народ такой угрюмый, в депрессии, жизнерадостности мало, жизнь тяжелая, все плохо, управитель сатурнянец, везде гайки, так сказать, затягиваются, да, люди у нас угрюмые, русские, русские это очень угрюмый человек, вот. И, соответственно, тем самым мы сделали преступление, мы, я все равно имею в виду, ты здесь родился, если ты живешь в Рашке, то мы, да, ты тоже несешь эту карму, потому что ее, да, кто-то там совершил, но, тем не менее, этот грех несет вся страна, и это я обозначу самым главным видимым чудом, которое случилось у меня на скезе Солнцу, просто невероятно, я с вами делилась в историях, в Инстаграме, я сейчас вот вставлю это тоже, эти видосы сюда. Ребят, короче, у меня сейчас вообще такой шок, что я не могу просто не выйти и сразу этим поделиться. Короче, я не знаю, как вам подойти, с какой стороны рассказать, короче, я сегодня прихожу в гости к родителям, и просто у меня мама на работе, и вечером мы, короче, с папой сидим. Я, короче, у папы спрашиваю, пап, что там в Украине? Ну, он обычно как-то смотрел раньше это. Тут я просто, папа такой включает гая-три мантру, и такой говорит. Я, говорит, что-то больше эти новости не смотрю. Я, говорит, сейчас вот это вот смотрю, и включает гая-три мантру. Потом выключает, включает вечерние молитвы православные. У меня просто челюсть, но, блядь, у меня челюсть на полу, я начинаю стерически ржать, потому что мантры и папа, это как южный и северный полюс. И, короче, и потом папа включает мне, потом, говорит, я смотрю вот эту лекцию. Включая, там, короче, читает мужик, и там заставка, я вам сейчас вот её прикрепляю, я сфоткала это, заставка солнца, лекция, блядь. Я не могу без мантры, ребят, про эгоизм и про гордыню. Я просто в шоке. У меня просто вот такие глаза. Я начинаю ржать, папа такой, нет, ну а чё, типа, ну я смотрю, слушаю, там, ну там, эти мантры, короче. А я просто, я не могу, у меня такой шок. Это, ребята, я просто в шоке, как аскезы работают. Я просто в шоке. Ребят, просто к слову, у меня родители особо не знают, там, что я пою мантры, что я, там, про эго что-то изучаю, что у нас там аскезы какие-то. Они не знают это, они знают, что я что-то эзотерика там и так далее, и всё. И у меня папа тоже, он там про войну смотрел лекции какие-то. А тут я, и он достаточно такой, ну немножко как бы на нервах иногда может быть. А тут он просто такой включает меня. Я вот сейчас слушаю успокаивающую музыку, включает частоты высоких вибраций. Я просто, я, я не знаю даже, что сказать. Потому что у меня такой шок, у меня, как, особенно эта лекция с солнцем, с гордыней. У меня просто, я просто поняла, что мы эту аскезу, походу, с ним вдвоём происходим, и это настолько передаётся всё по роду. Это то, те изменения, которые произошли у меня с отцом. Потому что у меня папа, он, короче, он вообще не интересовался эзотерикой, он вообще не интересовался духовными практиками. Он такой очень материалистичный, работа, там надо что-то строить, надо что-то делать. Вот, и, ну, с ним как бы там о духовности, о чём-то таком не поговоришь, там более всё о таком о земном, там, что где купить, как что оплатить такое. Я просто прихожу, и включает мне лекцию с огромным изображением солнца, там диктор на фоне начинает офилософствовать по теме эго, по теме гордыни, по теме того, как принимать и любить эту жизнь, по теме того, как реагировать на различные ситуации. У меня папа такой очень нервный, он всё там, всё время там ругает всех. Вот, и тут у меня просто, я была просто в глубоком шоке. Потом папа выключает эту лекцию, и, ребята, сейчас будет просто отвал пушки, он включает мантры. И он такой говорит, вот, я слушаю мантры, включает гаятри мантру. Потом, короче, выключает, включает православные песни, ну, вот, различные там православные вечерние молитвы какие-то. И у меня просто челюсть вот так вот касается пола, у меня слёзы наворачиваются на глаза, и я вижу, что у меня ещё сам папа изменился, у него стало открытое сердце. Он стал такой более добрый, более открытый. Он начал кормить птичек, он купил семечки и начал кормить синичек под окном. И он начал, короче, читать, как правильно, короче, кормить птиц, чтобы у них там усваивался рацион. Он начал, короче, им там готовить семечки и орешки с птичком. Это просто было так удивительно, и это, наверное, самый главный результат аскезы, который лучше там айфонов, ну, не могу вам показать, я на него снимаю, который у меня был результатом за аскезу Меркурию, да, который мне там подарили, да, там у меня подарков таких не было, да, материалистичный подарок, роскошный, да. Вот, а здесь именно вот этот подарок, то, что у меня так изменился папа, что он начал слушать молитвы, мантры. Папа обрёл Бога, папа обрёл. У меня такое ощущение вообще, что вообще было сейчас в конце, что у меня, ну, результаты моей аскезы ушли просто папе, потому что он настолько изменился. Он, у него раньше могли быть какие-то депрессии, у него раньше могли быть какие-то состояния не очень хорошие, он мог быть реально таким, ну, депрессивным, короче. У него, потому что поражённое солнце, у нас по роду поражённое солнце идёт, по роду идёт сердечная недостаточность, она была у бабушки, она была у папы, она есть у меня левожелудочковая недостаточность. И ещё один результат аскезы солнцу, потому что, ну, у меня часто бывает там какая-то одышка по этой левожелудочковой недостаточности, закрытое сердце. Аскезы прошли все мои проявления сердечной недостаточности. У меня раньше была одышка, у меня были боли в сердце, у меня было то, что я резко могла встать, у меня как-то началось, начиналось сердцебиение, головокружение. И у меня все симптомы сердечной недостаточности на аскезе солнцу прошли, и солнце у нас отвечает за сердце. Солнце это знак зодиака лев, да, я вам говорила И у меня также луна во льве, также это по астрологической медицине Лево-желудочковая недостаточность, да, это все есть в аскезе солнца Про все это рассказываю, про астрологическую медицину, в каком положении, что влияет на какой орган Вот, и у меня эта проблема прошла именно на аскезе солнца Это очень-очень-очень круто То есть вот такие вот изменения с отцом Это самый главный, короче, подарок, самый главный результат, который я хочу вот так обозначить, что офигеть И, соответственно, конечно же, у меня отношения с отцом тоже улучшились Мы с ним начали уже о чем-то таком разговаривать, именно о философском, как-то по-другому друг друга понимать Я начала, короче, там, когда услышала, что он слушает мантры, даже немного смеяться Потому что я такая, папа, я тоже пою мантры Мы тоже немного тут с ребятами, химичем с мантрами Но они как бы не особо знают, что я как бы, ну, именно мантрами увлекаюсь, да Вот, короче, вот такая вот интересная история, удивительно Я вам в телеге везде про нее рассказывала Также, что я еще хочу сказать, что результатом аскезы у других участников Также было улучшение отношений с отцом Мы с вами на аскезе делали медитации отцу и на принятие отца Писали письма и так далее, различных техник И результаты улучшения отношений с отцом отметили практически все участники 90% примерно Одна девочка написала, что у нее улучшения с отцом не было У 90% было, у 1%, ну, 10% не было Вот, но тем не менее, нужно еще смотреть, как ты к аскезе подходишь Если ты аскезу проводишь... У меня, кстати, есть такой вопрос, сейчас я вот вам его расскажу Как вам было проводить аскезу? Тяжело, среднее, легко? И здесь вот, как вы думаете, правильный ответ какой? Тяжело, среднее или легко? Тебе должно быть проводить аскезу среднее Если тебе аскезу проводить тяжело, значит, ты где-то себе взял непосильную ношу, да Надо где-то с питанием разгружаться и, ну, где-то, короче, чтобы тебе это не было прямо в какую-то страдальческую тягость Если тебе аскезу было держать легко, и ты, например, взял аскезу на веганстве При том, что ты, в принципе, там можешь провести этот день и на кашах, но тебе будет посложнее То тебе нужно проводить день на кашах, потому что аскеза, это в первую очередь аскеза Тебе должно быть немножко трудно ее соблюдать Немножко трудно ее соблюдать Немножко трудно сидеть на каше Немножко трудно сидеть на фруктах Немножко трудно сидеть на соках Вот мне сейчас немножко трудно быть на голоде. На фруктах мне уже аскезу абсолютно легко проводить, и поэтому я начала переходить уже на соки и на голод, где-то чередовать. Если тебе аскезу соблюдать легко, это говорит о том, что у тебя результаты тоже могут быть немножко другими, те, которые ты ожидаешь. В сложности в аскезе, в соблюдении поста нужно очень тоненько выбирать себе, чтобы и не сильно затянуть вожжи, так сказать, но тем не менее, чтобы тебе было ощутимо напряжение, из которого ты рос, напряжение, из которого у тебя с помощью поста духовная сила накапливается. Вот это будет правильно. У меня за время аскезы очень много было ситуаций, где мне нужно было помогать другим людям. В плане, что ко мне ни разу в жизни никогда не приходили просить еды. Тут у меня ко мне начали приходить, например, пришла одна женщина, именно в начале первую неделю аскезы пришла женщина и попросила еды. И я, соответственно, ей завернула какую-то еду, причем не те, которые хотят деньги, а именно те, которым именно нужна еда, которым именно нечего кушать. Хотя я сама жму в таком минимализме, я не закупаю, у меня нет привычки закупать там всего впрок, но все, что у меня там было дома лишнего, там какая-то крупа, какой-то там хлеб, какие-то там мама варенья у меня давала, да, я все это отдала. Эта женщина была очень благодарна. Вот, потом, короче, у меня было очень много ситуаций, что я иду там с какими-то пирожками, у меня собаки. Короче, я очень-очень-очень много кормила других животных, людей, делилась едой с кем-то на работе, делилась едой дома, домой очень много носила еды, да, там, ну, домой в смысле к родителям. Очень много еды давала вот родителям, родственникам, что я вот была таким дающим, а солнце это и есть такой момент отдавания. И здесь это было нисколько в момент, нисколько аскеза, что я должна, пойду, куплю, такое напряжение, да, такое как бы, то, что мне надо заставить себя сделать, а здесь было именно очень гармоничное, когда, о, у меня есть вот эта вот эта еда, клево, у меня как раз здесь есть что-то, что я могла отдать. И именно на аскезе у меня, ну, вот прям катастрофическое количество энергии и сил уходило на проработки, на, у меня начали вскрываться кармические проблемы по роду, которую я посмотрела там один и тот же сценарий, я его начала прорабатывать, прописывать, делать тоже практику поклона. Потом у меня пошла проработка по черной луне, нужно было прям вот брать себя, включать осознанность, трезвый взгляд, чтобы вот эту, чтобы черная луна перестала, короче, как-то на меня влиять. По эмоциональному выгоранию тоже было, что я недисциплинированно подходила к практикам, произошло еще одно очень интересное осознание, прям глобальная проработка, это сепарация, сепарация от мамы. Именно я прошла этот процесс сепарации, когда у меня вот это было офигенное осознание, что раньше ты пытаешься там как-то маму убеждать в своих понятиях, пытаешься маме рассказать, пытаешься, короче, ей свою волю навязать, да, ее в свою какую-то, в свои выводы посвятить, что если вот у вас с мамой разные мнения, это как-то неправильно, да, вы с мамой должны быть одного мнения. У вас с мамой должен быть один вкус, у вас с мамой должен быть один и тот же взгляд на жизнь. И тут у меня просто, я просто понимаю, что это какая-то хрень, короче, у меня просто произошла сепарация, я достигла тоже техниками, и там шла по такой цепочке, меня солнце вело, и я достигла сепарации, потому что я поняла, что мы два разных человека. Любой человек должен пройти сепарацию от мамы в возрасте, наверное, 15 лет, вот, но дело в том, что очень много народу, они в 30-40 еще сепарацию не прошли, я в данном случае в 30. В тот момент, что когда ты рождаешься, у тебя пуповины с мамой связывают, и ты с мамой являешься единым целым организмом, ты растешь рядышком с мамой, да, потом вы потихоньку отдаляетесь, а на ментальном плане, на каком-то энергетическом, ты так от нее и не отсоединился. Ты повторяешь ее сценарий, ты живешь ее мыслями, ее выводами, пытаешься с ними спорить, бессознательно борешься сам с собой на самом деле, потому что борешься сам против себя, короче, там огромная психология и так далее. И у меня прошел именно вот этот процесс, вот это рассоединение, наконец-то, не то, что там ты ушел из рода или еще что-то, нет, а именно сепарация. То, что мама и я это два разных человека, и у нас могут быть два разных мнения, и мне не нужно, то есть, допустим, раньше-то мама, например, сказала, что у меня какая-то плохая шапка. И все, я хожу и думаю, бля, наверное, эта шапка реально плохая, или нет, это хорошая шапка, и, короче, это все влияет очень сильно, да, родительская очень сильно влияет. И тут я просто понимаю, что мы два разных человека, у которых разные вкусы, разные взгляды на мир, и наши мнения, они вообще не должны быть одинаковыми, потому что мы два разных человека, два разных человека. Разные вкусы, разные взгляды на мир, разные выводы, разные судьбы. Тебе не нужно сбороться с чем-то, что есть у нее, потому что она другой человек, ей не нужно бороться с чем-то, что есть у тебя. Иногда родители не прошли тоже сепарацию с тобой, и они тоже думают, что они пытаются тебя в свою веру втянуть, потому что они думают, что это как продолжение их, они не понимают, что тоже разный другой человек, но это только любить, принимать, это ни в коем случае с этим не воевать, любить, принимать и понимать, что происходит, думать, что мама думает просто, что я должен быть как она, они понимают, что я вообще абсолютно другой человек, что я абсолютно другая единица, душа другая, то есть да, нас объединяет очень много и так далее, у нас уважение и любовь, и благодарность огромная, но тем не менее мы два человека разных, И мы не должны совпадать вкусами, интересами, выводами о жизни, путями. Короче, убеждать. Нужно просто жить свою жизнь, принимать и любить их, и все. Вот, и не нужно никого убеждать ни в чем, если они что-то не одобряют, они имеют на это право. Ровным счетом, как и ты имеешь право иметь какое-то свое мнение, там, да, отлично от их, например. И, наверное, я не знаю, можно это записывать в результаты или нет. У меня была моя мечта, которая осуществилась наконец-таки. Кто-то сейчас, конечно, скажет, что это можно записывать в результат. Для меня это результат, потому что я 30 лет все хотела пойти учиться на права, на водительские. И я очень много раз пыталась, у меня не получалось из-за тех или иных обстоятельств. Когда-то я пыталась там пойти, но у меня то одно, то другое, то третье, то ты не можешь предсказать себе будущее. И вот, и именно в «Аскезу солнцу» я, наконец-то, сейчас уже тоже учусь на права, пошла учиться на права. И, наконец-таки, очень счастлива, что скоро я стану водителем. В первый раз, когда я планировала учиться на права, это 8 лет я не могла этого сделать. У меня было только желание, и вот сейчас оно у меня исполняется. Начали мы с вами 2023 год. 1 января выпало именно на воскресенье. Начали этот год с «Аскезы». Кто с «Аскезы» начал? Всем вообще молодцы, огромный респект. Также мы на «Солнцестояние» тоже делали с вами практики. Также мы с вами делали практики тоже на 7 января. Ну, там уже было, конечно, не воскресенье, а была суббота. Короче, у нас был «Аскеза солнцу» очень плодотворная в плане духовного роста. Итак, результаты других участников. Поехали. Заметили ли вы изменения в поведении отца? 90% ответили «да», изменения в лучшую сторону, и 10%, что изменений не было. Общий энергетический фон во время «Аскезы»? 50% отметили, что стало больше энергии, а 50% сказали, что энергия была такой же. Ну, здесь расходится мнение. Я бы тоже не сказала, что энергии прям именно было как-то много. Мне кажется, что вся энергия, она ушла просто вот именно на эти проработки, потому что очень много, ну, вообще энергии было много, конечно, потому что я очень много дел, в принципе, сделала. Еще я сейчас кучу параллельное обучение прохожу, так что, в принципе, энергии, наверное, было это и много. Дальше. Здоровье во время «Аскезы». 20% излечила заболевания, есть улучшения, и 70% изменений не было, но и не было болезней. Так, дальше. Исполнилось ли ваше намерение на «Аскезу»? 70% отметили частично, и я к ним присоединяюсь тоже частично, и 30% отметили, что изменений не было. Сколько дней вы делали «Аскезу»? 70% отметили, что все действия воскресенья без пропусков, 20% что воскресенье с пропусками, и остальные сказали, что начали, но не доделали. Текстовый отзыв о изменениях. Прочитаю. Как вы думаете, какой главный урок или осознание вам дало солнце за время «Аскезы»? Вот, и как бы каждый пишет, что, какой именно главный урок он вынес из «Аскезы». Я люблю мужчин, и такие уж они плохие. Так, потом, блин, у меня тут, конечно, там все немножко сумбурно. Дальше. Кто-то начала относиться лучше к отцу, кто-то понимающий, как-то понимающий, терпимий, меньше обид в его сторону. Дальше. Выводы. Не стоит держать обиды на отца, понимание его значимости в моей жизни. Так, и третий. Появилось ощущение, что я солнышко, что я своим светом лечу людей, согреваю их, у меня очень много тепла, от этого большой комфорт в общении с людьми. От этого больший комфорт в общении с людьми. Новые состояния «Аскезы». Они были намного слабее, чем от «Венеры», да, я вам вначале сказала, в принципе, почему. У меня тоже такие наблюдения. Дальше. Трансформации в энергию, усмирилась гордыня и высокомерия, появилась энергия для новых проектов, для оптимизма. Взросло общение с людьми, но, к сожалению, основного прогресса в отношении с отцом не было. Да, вот как раз та девочка, у нее было меньше процентов, которая говорила, что у нее не было изменений. «Аскеза солнцу» — это про духовный рост. «Аскеза солнцу» — это не про какие-то там плюшки, которые вам будут с неба валиться, это про работу над собой, про духовную работу, именно прям тоже такое наподобие Сатурна, про сжигание кармы, про отношения, по улучшению отношений с отцом, по улучшению, так сказать, родовой кармы, да, когда сам отец меняется. Вот, девочка написала, что у нее отец прям изменился, тоже стал покупать ее любимую еду, делать подарки, вот, стал больше внимания проявлять, вот, и это про изменения именно в отце еще. Поэтому кому-то эта аскеза, конечно, будет очень-очень важной. Также я бы добавила, что эта аскеза, да, про правильное взаимодействие с людьми, именно на уровне Солнца, когда ты им светишь, вдохновляешь их, да, когда они с тобой советуются, ты несешь ответственность за них, да, то есть, также в моей жизни пришел ученик, да, то есть, тоже некоторая ответственность, когда ты даешь человеку знания и несешь ответственность за него, да. В принципе, на этом все. Эту аскезу вы можете пройти полностью в записи, со всеми техниками, практиками, и вообще-вообще-вообще-совсем-совсем, с консультациями со мной в Телеграме, по ссылке в описании, на сайт Прискви Херпс, кармонизация планет, 10 воскресений в Солнце, тоже можете пройти эту аскезу, и, так сказать, пойти в этот духовный рост, пойти в эту проработку, да, выстраивание отношений с Отцом, в наработку солнечных качеств, да, если у вас есть запросы работать с другими людьми, проявляться, вдохновлять других людей, если у вас блог, если вы где-то тоже там духовный учитель, где-то несете свое учение, несете свою, может быть, какое-то там, может быть, у вас какая-то школа своя, там, эзотерическая, энергетическая или еще что-то, все это имеет место быть. Благодарю вас за внимание, если вам видео понравилось, и вы рады нашим результатам, обязательно ставьте лайк, люблю, целую, увидимся с вами в следующих аскезах.